Глава пятая Он поднял голову на шаги Ивана Ильича и поглядел на него секунду молча. Этот взгляд все открыл Ивану Ильичу. Шурин раскрыл рот, чтобы ахнуть, и удержался. Это движение подтвердило все. — Что, переменился? — Да, есть перемена. И сколько Иван Ильич не наводил после Шурина на разговор о его внешнем виде, Шурин отмалчивался. Приехала Прасковья Федоровна. Шурин пошел к ней. Иван Ильич запер дверь на ключ и стал смотреться в зеркало. Прямо. Потом сбоку. Взял свой портрет с женой и сличил портрет с тем, что он видел в зеркале. Перемена была огромная. Потом он оголил руки до локтя, посмотрел, опустил рукава, сел на оттаманку и стал чернее ночи. — Не надо. Не надо, — сказал он себе. Вскочил, подошел к столу, открыл дело, стал читать его, но не мог. Он отпер дверь, пошел в залу. Дверь в гостиную была затворена. Он подошел к ней на цыпочках и стал слушать. — Нет, ты преувеличиваешь, — говорила Прасковья Федоровна. — Как преувеличиваю? Тебе не видно. Он мертвый человек. Да посмотри его глаза. Нет цвета. Да что же у него? — Никто не знает. Николаев — это был другой доктор. Сказал что-то, но я не знаю. Лещитицкий — это был знаменитый доктор. Сказал напротив. Иван Ильич отошел. Пошел к себе, лег и стал думать. Почка. Блуждающая почка. Он вспомнил все то, что ему говорили доктора. Как она оторвалась и как блуждает. И он усилием воображения старался поймать эту почку и остановить. Укрепить ее. Так мало нужно казалось ему. Нет. Поеду еще к Петру Ивановичу. Это был тот приятель, у которого был приятель доктор. Он позвонил, велел заложить лошадь и собрался ехать. — Куда ты, Жан? — спросила жена, с особенно грустным и непривычно добрым выражением. Это непривычное доброе озлобило его. Он мрачно посмотрел на нее. — Мне надо к Петру Ивановичу. Он поехал к приятелю, у которого был приятель доктор. И с ним к доктору. Он застал его и долго беседовал с ним. Рассматривая анатомически и физиологически подробности о том, что, по мнению доктора, происходило в нем, он все понял. Была одна штучка. Маленькая штучка в слепой кишке. Все это могло поправиться. Усилить энергию одного органа, ослабить деятельность другого, произойдет всасывание, и все поправится. Он немного опоздал к обеду. Пообедал, весело поговорил, но долго не мог уйти к себе заниматься. Наконец он пошел в кабинет и тотчас же сел за работу. Он читал дела. Работал. Но сознание того, что у него есть отложенное важное задушевное дело, которым он займется по окончании, не оставляло его. Когда он кончил дела, он вспомнил, что это задушевное дело были мысли о слепой кишке. Но он не предался им. Он пошел в гостиную к чаю. Были гости, говорили, играли на фортепиано, пели, был судебный следователь, желанный жених дочери. Иван Ильич провел вечер, по замечанию Прасковьи Федоровны, веселее других. Но он не забывал ни на минуту, что у него есть отложенные важные мысли о слепой кишке. В одиннадцать часов он простился и пошел к себе. Он спал один со времени своей болезни в маленькой комнатке у кабинета. Он пошел, разделся и взял роман Золя, но не читал его, а думал. В его воображении происходило то желанное исправление слепой кишки. Всасывалось, выбрасывалось, восстанавливалась правильная деятельность. Да, это все так, сказал он себе, только надо помогать природе. Он вспомнил о лекарстве, приподнялся, принял его, лег на спину, прислушиваясь к тому, как благотворно действует лекарство и как оно уничтожает боль. Только равномерно принимать и избегать вредных влияний. Я уже теперь чувствую несколько лучше. — Гораздо лучше! — он стал щупать бок. На ощупь не больно. — Да, я... я не чувствую. Право уже гораздо лучше! Он потушил свечу и лег на бок. Слепая кишка исправляется. Всасывается! Вдруг он почувствовал знакомую, старую, глухую, ноющую боль. Упорную, тихую, серьезную. Во рту та же знакомая гадость. Засосало сердце. Помутилось в голове. — Боже мой! Боже мой! Проговорил он опять! Опять и никогда не перестанет! И вдруг ему дело представилось совсем с другой стороны. Слепая кишка. — Почка! — сказал он себе. Не в слепой кишке, не в почке дела, а в... в жизни и... в... смерти. Да, жизнь была. И вот уходит. Уходит. И я не могу удержать ее. Да, зачем обманывать себя? Разве не очевидно всем, кроме меня, что я умираю? И вопрос только в числе недель. Дней сейчас может быть. То свет был, а теперь мрак. То я здесь был, а теперь туда. Куда? — Куда? Куда? Его обдало холодом. Дыхание остановилось. Он слышал только удары сердца. Меня не будет. Так что же будет? Ничего не будет. Так где же я буду, когда меня не будет? Неужели смерть? Нет, не хочу. Он вскочил. Хотел зажечь свечку. Пошарил дрожащими руками, уронил свечу с подсвечником на пол и опять повалился назад на подушку. Зачем? Все равно, — говорил он себе. Открытыми глазами, глядя в темноту, — смерть. Да, смерть. И они никто не знают, и не хотят знать, и не жалеют. Они играют. Он слышал дальние, из-за двери раскат голоса и ретурнели. Им все равно. Они так же умрут. Дурачье. Мне раньше, а им после. Им тоже будет. Они радуются. Скоты. Злоба душила его. Ему стало мучительно, невыносимо тяжело. Не может же быть, чтобы все всегда были обречены на этот ужасный страх. Он поднялся. Что-нибудь не так. Надо успокоиться. Надо обдумать все сначала. И вот он начал обдумывать. Да. Начало болезни. Стукнулся боком. И все такой же я был. И нынче, и завтра. Немного ныло, потом больше, потом доктора, потом унылость, тоска, опять доктора. И я все шел ближе, ближе к пропасти. Сил меньше, ближе, ближе. И вот я ищах. У меня света в глазах нет. И смерть. А я думаю о кишке. Думаю о том, чтобы починить кишку. А это смерть. Неужели смерть? Опять на него нашел ужас. Он запыхался. Нагнулся. Стал искать спичек. Надавил локтем на тумбочку. Она мешала ему и делала больно. Он разозлился на нее. Надавил с досадой сильнее и повалил тумбочку. И в отчаянии, задыхаясь, он повалился на спину, ожидая сейчас же смерти. Гости уезжали в это время. Расковья Федоровна провожала их. Она услыхала падение и вошла. — Что ты? — Ничего. Уронил нечаянно. Она вышла. Принесла свечу. Он лежал тяжело и быстро-быстро дыша, как человек, который пробежал версту, остановившимися глазами, глядя на нее. — Что ты, Жанн? — Ничего. У-у-у... Уронил. — Что же говорить, она не поймет, — думал он. Она точно не поняла. Она подняла, зажгла ему свечу и поспешно ушла. Ей надо было проводить гостью. Когда она вернулась, он также лежал навзничь, глядя вверх. — Что тебе? Или хуже? — Да. Она покачала головой. Посидела. — Знаешь, Жанн, я думаю, не пригласить ли Лещитицкого на дом? Это значит знаменитого доктора пригласить и не пожалеть денег. Он ядовито улыбнулся и сказал. — Нет. Она посидела, подошла и поцеловала его в лоб. Он ненавидел ее всеми силами души в то время, как она целовала его и делал усилия, чтобы не оттолкнуть ее. — Прощай. Бог даст, заснешь. — Да. — Спасибо. Во Реб stesso. — Hai poисок. — Граб отлов. Граб отлов. — Игорь. — Ш담.